Добрый день, друзья! Друзья, в эфире очередная программа «Место встречи по пятницам». И, как обычно, он сегодня музыкальный легендарный гость. Прежде всего, спасибо тем, кто нас поддерживает. И это доктор-офтальмолог Юлия Геур. Она предупреждает, что начался сезон аллергии, и ваши глаза подвержены этому противному, неприятному заболеванию. Кроме этого, доктор в своем офисе использует методы лазерной коррекции зрения и с их помощью избавляет вас от глаукомы, катаракты и других неприятных заболеваний. Телефон на экране, звоните. У нас сегодня замечательный канадский певец. Джина Ванелли – легендарный канадский певец. Пик его популярности пришелся на 70-е и 80-е годы. Джина Ванелли был очень популярен в Советском Союзе. Его грамзаписи проданы общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. Он является многократным номинантом премии Грэмми, обладателем СМИ премии Джуна, канадским аналогом Грэмми, множество золотых и платиновых дисков, изданных в разных странах мира. Добро пожаловать. Я очень рад вас видеть. Взаимно. Я очень рад опять оказаться в Нью-Йорке. Я очень давно люблю вашу музыку и знаю вас уже много лет. Это длинная история. Но прежде чем мы начнем говорить о вашей жизни, я хочу поделиться чем-то личным. Я потратил около шести часов, просматривая ваши интервью и клипы на YouTube. И должен сказать, вы умный, хорошо разбирающийся в музыке и очень образованный собеседник. Я не уверен, что другие канадские звезды, например, Джастин Бибер, знают, кто такие Равель или Барток или Стравинский. И спасибо за глубокие познания в музыке. И то, что вы сегодня в этой студии, это огромная часть. Это неотъемлемая часть моего пути. Если вы хотите писать хорошую музыку, то необходимо знать тех, кто это делал действительно здорово. И при этом далеко не все так знают историю музыки, как вы. Некоторые даже не могут читать ноты, но это уже другая история. Я хочу представить ваш последний альбом. Это довольно интересная работа. Песни с этого диска хорошо знакомы русской публике. Это ваши хиты 70-х и 80-х. Living Inside Myself, Wild Horses и другие. Мы любим песни Джина Ванелли. Это ведь запись живого концерта в Лос-Анджелесе, верно? В прошлом декабре мы записали концерт с бэндом из Портланда, с которым я постоянно выступаю. Мы записали весь концерт в театре Сабон в Беверли-Хиллз и были довольны нашим выступлением и качеством записи. Я думаю, эта пластинка хорошо отображает то, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Также существует и DVD. Это набор из аудиодиска и видеодиска. Вы можете найти пластинку Джина Ванелли в интернете и приобрести ее. Все знают, что вы родились в семье музыкантов. Ваш отец был известным джазовым музыкантом. Это знают все, и я не хочу тратить на это время и повторяться. Однако есть одна вещь, которая мне непонятна. Вы всегда были большим поклонником ударных инструментов. Вашими кумирами были барабанщики Бадди Рич, Джин Круппа. В самом начале Джин Круппа был популярен в 30-е и 40-е годы. Именно он возвел некоторых барабанщиков в звездный статус. Он заставил обратить на них внимание и не только начать узнавать их в лицо, но и знать их музыку, барабанные соло и все остальное. Конечно же, Бадди Рич вывел это на более высокий уровень. И после него все великие барабанщики 50-х, 60-х, 70-х, начиная с джаз-барабанщиков, играющих в больших оркестрах, и заканчивая фанг-барабанщиками, такими как Бернард Куртис и остальные музыканты 60-х и 70-х, уже становились знаменитыми. А как вы начали петь, если вы так хотели стать барабанщиком? Совершенно случайно. Мне было всего 13 лет, я был в музыкальной группе, и мы работали с песней Тома Джонса «It's Not Unusual», и наш солист не смог справиться с некоторыми из высоких нот. Я ему стал показывать, как лучше исполнять эти ноты. И мне все сказали, может быть, ты сам исполнишь эту песню. Я взял микрофон и стал напевать. Затем пришел мой отец, и он сказал мне, «Ты должен вылезти из-за барабанов и подойти к микрофону». Мне было очень страшно это делать, поскольку до этого я всегда прятался за крепостью из барабанов. Но когда я, наконец, это сделал, вышел на сцену и спел, я заметил, что людям это понравилось, и это придало мне уверенности. Высокие ноты. Нужно быть действительно в хорошей форме, чтобы поддерживать такой сильный и чистый голос из года в год. Как вам это удается? Хороший вопрос. Это постоянная работа. Как и все спортсмены, я всегда ищу все новые и новые упражнения для дыхания, для развития и укрепления голосовых связок. Йога? Конечно. Это само собой. Но это еще и особая диета и многое другое. Я всегда ищу новые методы, пытаюсь обнаружить то, что для меня работает лучше всего. Мы прервемся на первую рекламную паузу, время летит очень быстро, и мы вернемся через пару минут, продолжим разговор. Я хочу послушать ваши истории. Я знаю, у вас их очень много. У нас Джена Ванелли. И огромное спасибо члену американской коллегии иммиграционных адвокатов Владу Сироте. Он помогает обрести легальный статус в Америке. Телефон на экране. Влад поддерживает нашу программу с самого первого выпуска. Спасибо ему огромное. И по мнению его клиентов, он хороший, замечательный адвокат. А мы вернемся через несколько минут. Еще раз добрый день, друзья, или добрый вечер. В студии легендарный канадский певец Джина Ванелли, который был безумно популярен в Советском Союзе в 80-х и 80-х годах. И под его музыку влюблялись миллионы людей и танцевали под его песни на первых дискотеках. Спасибо двум докторам, которые нас поддерживают. Это невропатолог Марина Нистат и кардиолог Михаил Капчиц. К первому доктору, к Марине, даже сами врачи приводят лечиться своих родителей. А Михаилу доверяет свое сердце многие и многие наши пациенты. Телефон на экране. Они работают в одном офисе. Рекомендуем. Звоните, приходите, будьте здоровы. Джина, я знаю, у вас есть много историй. Я знаю всех людей, с которыми вы работали. Например, знаменитый трубач Герб Альберт. Ну а кто же его не знает? Я слышал историю о том, как вы заполучили свой первый контракт в его звукозаписывающей компании. Это очень забавная история. Не могли бы вы с нами ей поделиться? Я и мой брат Джо четыре месяца были в Лос-Анджелесе. Мы пытались заключить контракт со звукозаписывающими компаниями. Но они со свистом хлопали тверьми прямо у нас перед носами. И однажды Джо мне сообщил, мне кажется, это было 22 декабря или 23, что у нас совсем не осталось денег, всего лишь 5 долларов. Я не хотел возвращаться домой, но он настаивал, так как у нас совсем не было денег. Я ему сказал, что я лучше буду просить милостыню, чем уеду обратно. Но выбора не было. Ранее утром, перед отъездом, я не мог спать и решил прогуляться по бульвару Сан-Сет. Был невыносимый трафик, я пытался сосредоточиться, и я думал, что это не может быть концом истории. И я остановился у епископальной церкви и зашел вовнутрь. Там стояла идеальная тишина. Я слышал свое собственное дыхание. Я присел на скамейку и заснул на несколько часов. Когда я проснулся, я точно знал, что нужно делать. Я вернулся в отель, вытащил моего брата из кровати. Уже было около 10 утра, и мы поехали в Айен Дэм Рэкордс. Я запарковался прямо у ворот, к нам сразу же подошел охранник, и он предупредил нас не заезжать за ворота. Три часа спустя я увидел Херба Алперта, идущего через стоянку. Я бросил свою гитару и побежал к нему. За мной кинулся охранник. Он схватился за пистолет. Я понимал, что меня могут подстрелить, но я не хотел упустить свой шанс. Я схватился за Херба, охранник схватился за меня и стал меня оттаскивать. Алперт посмотрел на меня и спросил, что я хочу. Я сказал, просто позвольте мне исполнить для вас пару моих песен. Была бесконечная пауза, он пристально смотрел мне в глаза, пытаясь разглядеть меня изнутри. В итоге он сказал, хорошо, возвращайтесь через полчаса. Он предупредил охранника, выписал пропуск и вручил мне его. Конечно же, охранник очень расстроился. Но я вернулся через полчаса, сыграл ему пару песен про превратности судьбы, которые были уже на слуху. И он сказал, хорошо, давайте это запишем. Почему вы обратились к Хербу Алперту и его лейблу? Вам нравился его стиль? A&M была тогда лучшей из независимых звукозаписывающих компаний. Крис Монтезвит тоже их певен. Да, но, я имею в виду, Лу Карпентер, Кэт Стивенс, Джо Кокер, Квинси Джоунс, The Police и многие другие. Сержио Мендес, да и сам Херр Палперт и его оркестр Тихуана Брас пользовались большой популярностью. A&M Records занималась дистрибьюцией альбомов Кэрол Кинг. Джонни Митчелл всегда записывалась на их студии. Затем они работали с Джорджем Харрисом. Поэтому A&M считалась самой популярной среди многих артистов. И я был очень горд тем, что попал именно туда. Сколько альбомов вы выпустили со времен A&M за всю вашу карьеру? Около 20 или 30? Мне кажется, 17 или 18 альбомов. А может и 19. Включая этот. Плюс международные релизы по всему свету. Да, большинство из них были выпущены в других странах. Вот почему пару лет назад, когда вы были в Москве, вам подходили русские и говорили, «Мы слышали все ваши песни. Это же здорово. Это совершенно логично. Вас знают все». Это правда. Сегодня другое время. Новый век. Как на вас повлияла классическая музыка? Некоторые, обсуждая, например, фьюжн, говорят, «Это что-то новое». А мне кажется, наоборот. Это просто смешание различных жанров. Классика, джаз, рок. Старая штука. Я имею в виду, что много людей смешали музыку за долгое время. Смешение жанров в музыке присутствовало уже очень давно. Равель любил смешивать баскскую музыку с классической, и в каком-то роде он один из родителей джаза. Многие занимались этим. Барток смешивал венгерскую народную музыку с классической или более современной. Музыка всегда была смесью культуры одного племени с культурой другого. Не нужно категорий. Фьюжн — это лучше всего. Я помню, как-то со мной заговорили про Баха. И я помню, я тогда сказал, вы знаете, я понял одну вещь относительно всех этих музыкальных гениев. В природе человечества должен быть тот уникальный элемент, который позволяет выявить гениев и выделить их из ряда других. И в музыке Баха и Моцарта был какой-то уникальный элемент, потому что даже ребенок реагирует на их музыку. В каждом из нас, в нашей душе и разуме, есть что-то интуитивное, что позволяет нам прочувствовать музыку этих великих музыкантов с самого рождения. Боюсь, полчасового разговора нам с вами будет недостаточно. Однозначно этого мало. Спасибо доктору Петровиченко. Он недавно переехал в клинику, возглавляемая им, клиник по снятию боли. Переехала в новое помещение. Адрес и телефон на экране. Доктор выполняет две фирменные процедуры. Нуклеопластику, снимающую боль в позвоночнике. И микродискоктомию, процедуру, которая помогает избавиться от так называемой дисковой грыжи. Рекомендуем, звоните, приходите. И, опять же, будьте здоровы, слушайте нашего гостя Джино Ванелли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз добрый день, друзья. Друзья, в эфире программа «Место встречи по пятницам». Вы смотрите канал RTVA и в студии замечательный певец Джино Ванелли. Вы как-то сказали, что певец может существовать, если на его счету есть хотя бы один хит. Вы до сих пор так считаете? Что вы имеете в виду под словом «существовать»? То, что он может выживать и зарабатывать и продолжает выступать с этим одним хитом. Может быть, если это действительно серьезный хит. Тони Беннетт, например, исполнил песню «I left my heart in San Francisco», которая стала его основным хитом. И у Синатры была песня «My way», наверное, его самая известная песня, но все же не единственная. Возможно, иметь одну песню, которая на самой верхушке этой пирамиды. Но все же у певца должны быть и другие работы, на которых будет держаться его карьер. Я хотел попросить вас рассказать нам историю песни, которую вы посвятили своему отцу. Она на итальянском. Какая связь между этой песней и Папой Римским? История такая. Я написал эту песню сразу же после смерти моего отца. Он всегда пел мне по-итальянски. Я хорошо помню эти моменты. И мне хотелось написать что-то для него на итальянском. Я попросил Пино Даниели, который живет в Италии, написать слова к песне на итальянском. Я отправил ему мою историю из стихи. Он перевел все это. И таким образом получилась эта песня, название которой переводится как «Слова моему отцу». Песня долгое время лежала в метро. И однажды я продюсировал запись джаз-пианиста Нила Мендоги. И я сыграл ему эту песню. Нилу песню настолько понравилось, что он захотел, чтобы мы записали ее на его пластинке. Получилась такая разносторонняя джаз-рок пластинка. И каким-то образом она дошла до Папы Римского и Ватикан. Я не знаю, как это получилось. Однажды, в воскресное утро, в моем доме раздался звонок. Это был мужчина с сильным итальянским акцентом. Он сказал, «Алло, синьор Джиннаванелли?» «Это епископ». Я не помню его имя. Он сказал, «Папа Римский очень бы хотел, чтобы вы приехали и спели для него». Я подумал, что это шутка. Я сказал, «Эй, Винни, это ты, да?» И затем просто бросил трубку. Мой епископ перезвонил, мы поговорили, и я понял, что все это правда. И, на самом деле, Папа Римский прослушал мою песню, она сильно его растрогала, и он захотел, чтобы я ее ему лично исполнил. Для меня это была не просто возможность представить свою песню, но представить ее самому Иоанну Павлу II. Это было особенным моментом в моей жизни, так как он был действительно уникальной личностью, которая хранит в себе историю. А вы знали, что популярны в России и особенно были популярны в Советском Союзе? Ваши пластинки можно было найти везде. Я думаю, что их выпускали нелегально. Это я имел в виду, говоря о новом веке ранее. Я знал, когда я туда приехал, мне все говорили, «Мы слушаем ваши пластинки». А я думал, «Забавно, а как они к вам попали?» Но главное — результат. А где вы сейчас живете? Вы живете в Орегоне, и я слышал, что вы также живете в Нидерландах. Уже три года я живу в Нидерландах. Большую часть своего времени, где-то девять месяцев в году, я провожу там. Мне очень нравится эта страна. Я наконец-то понял, каково это — жить в Европе. Из Нидерландов я ездил в Москву с концертами. Я стал сильнее чувствовать мою связь с Европой, живя там. Я выступал с новыми музыкантами. И я начал делать нечто новое для себя. Я стал все чаще и чаще выступать в дуэте. Я и Райан. И ведь нужно при этом суметь удержать интерес публики в течение полуторачасового шоу. Я как раз хотел спросить, с кем вам легче выступать, с какими группами? Ведь вы играли и с симфоническими оркестрами, и с различными инструментальными группами. Что самое лучшее для души? Мне нравится все. Я получаю большое удовольствие, выступая с великими пианистами, потому что мы прекрасно понимаем друг друга. Ритм, гармония — все это я представляю в своем сознании. И когда я пою, я пытаюсь как можно точнее передать эту картину моей публике. Конечно, при этом не нужно забывать и про элементы шоу в выступлениях. Я очень люблю выступать с трио и с большими бэндами. Например, такими, как оркестр Метрополита. А, да, на фестивале джаза. Да. А сейчас я выступаю с гастролями с моим бэндом из Портландо. И это больше динамичный рок-бэнд. Наши записи есть на этом диске. Живой концерт в Лос-Анджелесе. Они уникальны. Одни из лучших музыкантов, с которыми мне когда-либо доводилось работать. Нам нужно оставить время, чтобы послушать номера из этого концерта. Я не стал просить вас исполнить что-нибудь живьем. Я не знал, захотите ли вы. Да, лучше поставьте сейчас видео. Мы обязательно послушаем и посмотрим. Джина, спасибо большое, что вы пришли. Еще я хочу поблагодарить нашего спонсора. Это изготовитель шоколадных и клубничных глазированных сырков Стародива. Позвольте я это сделаю по-русски. Это компания Стародива, которая 13 лет в бизнесе, и 13 лет они выпускают мороженое и шоколадные сырки. Это образцы, замечательный продукт, который вы можете взять в любом русском магазине. Так что мало калорий, много здоровья. Ешьте и будьте здоровы. Спасибо большое, что вы пришли. Я очень рад. Спасибо за вашу замечательную музыку. Когда я в плохом настроении, я просто ставлю в машине ваш диск и наслаждаюсь. Спасибо, Олег. У нас гостил замечательный канадский певец, легендарный канадский певец Джино Ваннелли. А сейчас небольшой музыкальный сегмент с его участием. Хорошего дня и замечательного вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok